Музыка Брагоценный Господь, к Царю мы пришли, и с Царем мы хотим иметь сейчас диалог. Я благодарю Тебя, что Твое Царство, оно всем обладает. Я благодарю Тебя, что Царство Твое находится во свете. Я благодарю Тебя, что в Царстве Твоем нет нищих, бедных и больных. В Царстве Твоем все приводится в соответствие с Твоими программами неба и с Твоими результатами победы на Голгофе. И мы благодарим Тебя, что для нас Царство Твое – это не что-то в вечности, это то, что начинается здесь и сейчас, в это время и в этом сезоне. И поэтому во имя Иисуса Христа мы сейчас, принося к Тебе свои сердца, отдаем это время, отдаем почву сердца не только здесь, но и с теми людьми, которые находятся за пределами зала. Дух Святой, я благодарю Тебя, что нам есть огромная необходимость всегда иметь диалог с Тобой. Об этом диалоге больше слушать, чем говорить. Поэтому научи нас, Господь, вести такие общения с Тобой, тем более, когда мы приходим в Твое присутствие, в воскресный день. Я благословляю сейчас наши сердца, быть почвой благодатной и открытой для семени, для семени нетленного Бога, для семени мудрости, вечности, жизни. Я благодарю Тебя, что Твое послание, оно имеет свое время и срок, потому что у него есть вес к исполнению. И пусть, Боже, наше понимание времен, оно в нас сочетается, с Твоим временем, с Твоим пониманием. Я очень благодарна Тебе, что Ты доверил нам больше, чем мы можем сегодня осмыслить. Но доверяя Духу Святому, мы сделаем это больше. Мы совершим дело, которое Ты поручил нам исполнить, потому что не воинством и не силой, но Духом Твоим, Духом Твоим. Мы движемся туда, где еще не были. Мы хотим делать то, что Ты нам поручил, и исполнить волю Твою до конца. Это наша молитва и ожидание. Это наша просьба и это наша вера. Я благодарю Тебя, что Дух Святой дышит, где хочет. И Ты захотел дышать в наших сердцах и храмах нашего тела. Ты не погнушался малым, но Ты захотел дышать внутри нас, Иисус, Духом, которым воскресил Тебя, Господь. И мы сейчас этот Дух принимаем внутрь Себя для размножения и влияния, для укрепления и для питания, для обмундирования и навыков. Спасибо Тебе, любимый. В Твои святые руки я вручаю это время и благодарю Тебя, что тот, кто дал нам время, является начальником Его. И Ты знаешь, Боже, что Ты творишь в это время и в этот день. Ты сказал ныне. Ты есть сущий. Ты есть Тот, Который нужен нам прямо сейчас. И вот с этим Богом ныне будешь со мной в раю. Ныне время благоприятное. Ныне день спасения. Дай нам принять все эти ныне на сегодняшнее мгновение. Потому что нам важно принимать то, что является Твоим голосом внутри нас. И я благодарю Тебя, что принимая Твое Слово, мы его сначала берем в свои руки. Мы берем в свои уста. И мы можем говорить то, во что мы верим. А Ты утверди это Слово в наши судьбы, Господь, чтобы, произнося каждый раз, не становилось это просто традицией, привычкой. Потому что Слово Твое не может быть традицией. Слово Твое не должно быть привычкой. Потому что это хлеб, шедший с небес. Потому что это свет, просвещающий тьму. Потому что это дыхание неба в этих словах. Господь, я почитаю Твое Слово. Я почитаю автора этого Слова. Я почитаю Твою любовь через это Слово. И откровение, приходящее к нам. И потому, Господь, мы можем сказать, это моя Библия. Я есть то, что в ней сказано, я есть. Я имею то, что в ней сказано, я имею. Я могу то, что в ней сказано, я могу. И теперь я смело заявляю, мое сознание готово. Мое сердце открыто принять. Непорочное, неизменное, вечно живое семя Слова Божьего. Это изменит мою жизнь навсегда. 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 Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садимся в Божьем присутствии, друзья. На самом деле, если Слово Божье не меняет жизнь человека, то здесь очень большой вопрос. Либо это Слово лежит в стороне, либо оно всегда прочитывается для кого-то, либо оно покрылось какой-то пылью привычности. И поэтому, если кто-то в своей жизни понимает, что Слово Божье давно уже меня не меняет, забейте тревогу. Задайте Богу вопрос, Господь, что со мной не так? Потому что мы иногда, попадая в какие-то трудности, говорим, что со мной не так. А на самом деле трудности – это часть нашей жизни, и умение решать вопросы – это наша зрелость. Это переход на новый уровень отношений с Богом, на новый уровень познания себя. Трудности очень хорошо в этом помогают. Обнаружить, где я нахожусь, кем я сейчас себя ощущаю в этот момент, какой Бог для меня уже знаком, а какого я хочу познать в этой ситуации. Поэтому трудности – это далеко не всегда вопрос, что со мной что-то не так. А вот когда приходим в Его присутствие, и нас не волнует Его Дух, когда открываем Божье Слово, и мы не хотим это делать, либо считаем это малозначимым, вот здесь задать вопрос, Господь, что со мной? Что со мной? Почему это ушло? Где я это потерял? Где это ушло за кадр? Где вообще потерялось мое желание быть с Божьим народом, быть в одном месте там, где Господь наблюдает за каждым сердцем? И кто-то скажет, да за мной Бог наблюдает и дома. Конечно, но вот там тебя и видят, а не в Божьем доме, потому что Он наблюдает. А мы сегодня с вами поговорим, продолжим тему, опять же, Вавилона, но через призму праздника Ханука. Кто знает, что это за праздник? Праздник света, и не просто праздник света, а он длится еще целую неделю практически, поэтому в следующий раз к Рождеству мы к этой теме еще вернемся. Но сейчас я хочу сказать, когда нам нужен свет? Когда темно? Когда светло, то тьма, она, так скажем, нас вообще не волнует. Солнце в зените, когда облака, тучи не закрывают солнце, мы можем наслаждаться светом без всякого электрического включения, без всякой нашей личной какой-то ответственности и оплаты за это. Мы пользуемся небесным солнцем и не задумываемся, Господи, сколько же ты энергии тратишь на то, чтобы осветить весь мир, праведных и неправедных. Мы просто пользуемся солнцем, правда? И нам это так привычно, и мы даже не благодарим Бога за то, что есть солнце. А ведь оно не всегда будет, кстати. Нам Божье Слово говорит о том, что солнце померкнет. Вот когда оно померкнет, все вдруг поймут, как это значимо. И скажут, а что случилось? А есть тот, кто зажег солнце, есть тот, кто его выключит. Но когда он выключит, уже никто его не зажжет. И потому он предупреждает и говорит, что такое время наступает, и мы уже стоим в преддверии и таких событий. И поэтому праздник Ханука это напоминание того, что светильник внутри нас есть. И вот светильник праведника горит весело. И если вдруг погас светильник, тот, к которому мы привыкли, а внутри ничего нет, не собрано масло, вы знаете, не так... На ночной молитве мы коснулись этой темы, что все уснули, десять дев, не только пять мудрых или неразумных, все уснули. Но что-то всех разбудило. Вдруг все проснулись. А что случилось, когда все проснулись? Вдруг обнаружили, что внутри не у всех есть то, что горит. А когда это обнаружили? Когда вот, скорее всего, солнце-то померкнет. И вот тут что-то происходит с сознаниями людей и сердцами людей. А где же тогда это взять? Да, мы знаем, там можно туда сходить. Но всем надо идти в одном направлении, а те, у кого нет, пошли в другом. Тьма начинает застилать глаза и уши. И поэтому, говоря сегодня о празднике Ханука, я хочу прикоснуться к этому свету, в котором мы очень нуждаемся все, но пользуемся либо светом соседа, либо светом наставника, либо светом родителей. Это тоже хорошо, как и солнце, но оно не в тебе, оно рядом. А вот как зажечь светильник внутри, чтобы он горел? И как обольщение Вавилоном, который сегодня является тема проповеди, как нам не попасть в это обольщение? Потому что во тьме найти дорогу бывает непросто, а при свете другого мы тоже хорошо можем видеть. Но когда того, кто рядом горел, нет, тогда как-то с нами начинает происходить какой-то дискомфорт. Как мне сказала одна девушка, почему в вашем присутствии мне все понятно? Даже, говорит, вопросов не надо задавать. А вот когда осталась одна, мне опять стало так, как было плохо. Так вот, друзья, потому что на самом деле нам важно быть самими тем светом, который горит не только по воскресеньям, не только когда-то там, где тебе все хорошо, а в любом моменте жизни ты знаешь, что у тебя есть связь со светильником, у тебя есть связь с источником света. Но Христос не оставил на себе это. Он говорил, я свет миру. Но потом он сказал, вы свет мира. И свет мира нужен тогда, когда темнеет. Так вот, система Вавилона, она умножала тьму за все годы. И поэтому тьма усилилась. И не просто так мы читаем эти места Писания. Тьма покроет всю землю. И мрак все народы. Но над тобой воссияет Господь. Поэтому у нас сегодня есть необходимость посмотреть, как же Он сияет. И поэтому я немножечко пойду издалека, потому что Господь меня вернул. Опять текст, который довольно часто у нас звучит. Но почему-то Он мне его опять очень явно вчера внедрил на старт проповеди. Это вторая паралипоменон, седьмая глава. «И явился Господь Соломону ночью». Видите, явление для Соломона, который просил у Бога особо, просил мудрости на старте его правления, «Пришел Господь ночью». Поэтому Он с нами разговаривает тогда, когда мы оказываемся в каком-то, может быть, изолированном состоянии, когда ночь начинает давить или усыплять, либо усталость усиливается, либо света мало и так далее. Но Бог пришел ночью и сказал ему, «Я услышал молитву Твою». Насколько важно нам понимать, что наши молитвы не остаются здесь на земле, когда Господь говорит, «Я услышал молитву Твою». И когда вы или мы обращаемся к Богу, что мы ждем в ответ на молитву? Посмотрите, как Бог этот ответ обозначил. «И избрал себе место сие в дом жертвоприношения». Разве об этом просил Соломон? Господь, пусть вот этот дом будет местом жертвоприношения. Он просил, чтобы мудрость к нему пришла. И вот смотрите, с чего начинается мудрость. «Я тебе даю доступ к жертвеннику». Как-то никогда я не смотрела на этот текст с этой стороны. То место жертвоприношения будет в храме. И посмотрите, когда мы сегодня говорим, храм же Божий. Продолжите. Мы. Храм же Божий мы. Мы – храм Духа Святого. И он говорит, «Я услышал Твою молитву, и дом Твой сделаю местом жертвоприношения». То есть тогда, когда нам самих себя надо положить на жертвенник, свое время, всем, чем нам дал Бог обладать, Он кладет или предлагает нам положить на жертвенник, потому что Он избрал тебя и меня. И у нас или у людей этого мира логика совсем иная. «Господь, если я Тебя попросил, а Ты услышал, то мой дом станет местом хранилища». Не так ли, мыслят люди, да? «Если Ты меня услышал, то Ты мне дашь все». Он говорит, «Я тебя услышал, но дом этот будет местом жертвоприношения». А почему? Потому что дающий Богу никогда не может дать ему больше, чем Бог ответит. И когда Господь твое и мое сердце взвешивает, Он говорит, «Насколько Ты готов к жертвоприношению?» Вот именно себя на жертвенник, на алтарь. И вот тогда, когда это происходит, мы начинаем вдруг понимать, «Господи, а у меня сразу базар начинается внутри. Какой-то диалог с Тобой. Я готов сразу спорить и говорить, «Нет, Боже, Ты что-то слишком много попросил, либо я не могу это сделать, как сейчас вот Аня говорила, что у нее был реальный спор». И вы знаете, когда на следующий день ее там уже не было на этом общении, но вдруг я то же самое получаю слово к одному человеку, которому надо было просто сказать в коридоре это. А Господь говорит, «Нет, надо почитание сделать при всех». Ну не хочется, потому что это касается лично человека. А вот если почитать, то при всех. Показывает мне, что два часа. Спасибо, Владимир, потому что Ларисы сегодня нет. Давайте мы встанем, помолимся за нашу страну, за события, которые происходят в мире, и продолжим. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что для нас на самом деле важно, что происходит сегодня в этом мире. Для нас важно, что происходит на небесах, и какое мнение Твое об этом мире. Поэтому мы сейчас молимся, чтобы Ты, Господь, Свою волю до конца совершил. Мы не вмешиваемся в Твою волю, а мы выражаем Тебе свое доверие. И мы говорим, Господи, пусть мир, который превыше ума, придет на эту землю. Пусть он ее покроет. Пусть он, внедрясь в нее, произведет перемены внутри каждого человека, который сейчас оказался на передовой, кто оказался сейчас в эпицентре событий, в эпицентре боли, в эпицентре непонимания. Господи, а мы сейчас молимся за таковых людей. Мы взываем к Тебе и говорим, Готас, Сентелли Флайс, Ты не забыл землю сию, Ты не забыл страну нашу, Ты не забыл Украину, Ты не забыл Америку, Ты не забыл Европу, Ты не забыл, Боже, и у Тебя весь мир на Твоей ладони. Поэтому, Господи, то, что делаешь Ты сейчас, соверши до конца, соверши до Твоего результата, чтобы пришло то покаяние к народам, в котором люди нуждаются. Поэтому, Господи, если в благополучии люди Тебя не услышали, если в благополучии отвернулись, то пусть сейчас придет, Боже, та благость, которая приводит к покаянию. Сотни, тысячи и миллионы людей. Поэтому мы сейчас просим Тебя, подари нам миллиарды населения земли. Подари нам, Господи, миллиарды, не миллионы, а миллиарды, потому что Ты Бог, сотворивший каждую плоть и давший дыхание каждому человеку. И поэтому мы сейчас об этом просим, а Ты поставь печать на эти слова молитвы. Соверши это до полного плода. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да, благословляю вас на неделе тоже это делать, не забывать, потому что всякие события могут нас отвлекать. Ну и так, друзья, возвращаемся. И избрал себе место сие в дом жертвоприношения. Потому что когда-то мне пришлось слышать одну историю, очень меня она тронула. Человек, который сделал репцентр, отдав свои земли в Эстонии. У него наследственные земли, которые он получил, вернувшись с Канады, чтобы забрать эти земли. И когда он их получил, он задал Богу вопрос, что с ними делать. И Господь ему сказал, посвяти мне их. И он посвятил. Но посвятив, он сам же стал работать в этом репцентре. И даже человек, который был много лет пастором, и он в разных городах Канады был пастором, потом здесь уже в Эстонии, когда вернулся. И вот теперь Господь ему сказал, если ты не сделаешь для самого нуждающегося прослойки, нуждающейся прослойки в этом народе что-либо, то считай, что ты ничего не сделал. А самые нуждающиеся – это те, которые стоят в преддверии ада. Забери их. Забери их у преисподней. И он тогда понял, что ему надо открыть репцентр, он сам его построил, и, в общем-то, в этом действовал. Когда увидели, как успешно работает этот человек, приехал он в Канаду, и там пастора церкви собрались и говорят, слушай, ну построй и у нас такой. А у него прямо, вы знаете, он уже не молодой человек, он много сил уже на это положил, и думает, Господи, я уже не хочу вот так опять работать. Но они его стали упрашивать. Он говорит, хорошо, если будет такой участок земли, столько-то гектар, если там будет вот так река посередине идти, если с этой стороны будет лес, вот тогда я возьму. Это делай, буду делать. Они говорят, хорошо, у нас нет того, что ты сказал, но мы сейчас пойдем к одному человеку, вернее, не к одному, а к бизнесмену, мы с ними поговорим. И вот приходит и в одном месте как раз этот человек, у которого есть какие-то земли, с ним разговаривает, и он говорит, ну что нужно для того, чтобы стартовать? Он описывает, такая-то земля, столько гектар, вот там еще река должна быть посередине, вот тут должен быть лес, а вот тут должны быть свободные поля для строительства. И он опять ему все рассказывает. Тот говорит, хорошо, я подумаю. Вдруг достает карту, говорит, посмотри, вот это не то, что ты сказал? Говорит, да, это то. Но я, говорит, хочу у тебя купить эту землю за один доллар. Он так задумался сначала, потом сказал, слава Богу, я продаю тебе эту землю за доллар. Потом ему задают вопрос, как это так? Ты согласился на это? А он говорит, сколько земли в Канаде, но Бог понуждался в моей. Вы знаете, вот оно сердце, да? Сердце, доверяющее Богу. И тот, он говорит, я избрал этот дом для жертвоприношения, для меня. И вот сегодня, когда каждый из нас может сказать, Господи, а ты меня избрал для такого жертвоприношения? Если избрал, то насколько эти жертвы тебе приятны сейчас? Насколько я торгуюсь с тобой, либо я принимаю решение уже, я принадлежу тебе. И что ты во мне производишь? Какие желания? Какие хотения? Какие предложения? И вот эти предложения он дальше описывает в этом слове. Если я заключу небо, и не будет дождя, если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, немножко остановлюсь. Буквально недавно я услышала неприятный для себя тезис. Я ждала, что он будет, но ты его услышала. Сезон тощих коров начался. Кто слышит, тот слышит. Вы знаете, я немножко встрепенулась от этой фразы, потому что не хочется. Но в то же время Господь предупреждал заранее, что надо собирать хлеб, потому что если не соберешь, народ умрет. И вот сейчас мы вступили в тот сезон, когда начало этого сезона не так страшно, потому что есть какие-то наработанные вещи, есть что-то приготовленное, заготовленное и у страны, и у городов, и у нас лично. Но когда начинает идти к завершению этот сезон, то все хуже и хуже. И потому нам сейчас что-то надо с этим сделать. Когда уже слышишь, что здесь не паника должна нами управлять, а запрос, Господи, если я место жертвоприношения, то пусть у меня всегда будет, что приносить на этот жертвенник, чтобы делиться с теми, кто в этом будет нуждаться. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сём». То есть таким образом Господь показывает, да, собранный народ имеет право сегодня быть местом жертвоприношения. Собранный народ имеет право молиться, и мои очи будут открыты, и мои уши будут внимательны. Но когда Господь даёт нам какие-то переживания, то вот это время тьмы, когда сказал Иисус, ходя по этой земле, «Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время, и власть тьмы». То есть когда наступает какой-то сезон, он просто придёт, хотим мы этого или нет. Вот я бы с удовольствием жила в лете постоянно, ну тогда надо на Гавайи переезжать. Но у нас здесь сезон зимы больше, чем сезон лета. И поэтому если сезон есть, он приходит, он даёт о себе знать, я пришёл. У него есть право на это время. И вот поэтому, когда Господь показывает, да, я знаю, что время тьмы наступило. Но его молитвы, его разговор с отцом, постоянный диалог с ним позволял ему понимать и сезон, и как выжить в это время, либо как пройти до конца. Скажите, Христос, который мог проходить сквозь толпу, его не скинули с горы, когда он мог закрывать глаза людям или открывать, он мог бы это сделать в этот момент? Мог. Так что тогда для него являлось победой? Проявить свою власть или смириться в данный момент? Смириться перед волей Отца, а не перед обстоятельствами. Так вот сегодня Господь предлагает нам, как Церкви, стать в позицию смирения перед Ним, если мой народ. Потому что мой народ, и вы знаете, кого он называет? Своим народом. Именующийся именем Моим. Ты знаешь свою фамилию? Из какого ты рода? Может быть, род свой знаешь не так глубоко, но, по крайней мере, ты знаешь, что фамилию ты носишь своего отца и, может быть, дедушки, и прадедушки. Но вот здесь он говорит, а у тебя уже другая фамилия. Народ мой, именующийся именем Моим. И вот эта другая фамилия определяет на то, что у Бога к тебе и ко мне другие критерии. Он нас взвешивает иначе, чем взвешивает людей, которые живут в этом мире. И тогда, когда мы уже его народ, у него есть свои ожидания от нас. Если мой народ, который именуется именем Моим, он смирится. Смирится народ мой и будет молиться. Сколько молитв мы творим из разных состояний своего сердца. Это может быть молитва просто жалоба. Это может быть молитва просто привычная. Это может быть молитва, который вроде бы как о правильных вещах, о больших каких-то проектах, но сердце сейчас зацеплено так, что я могу с кем-то не разговаривать на своей территории, потому что мне надо его проучить. Слава Богу, что это не про меня. Раньше я так могла делать. Но вы знаете, когда Бог работает, то ты уже понимаешь, что это вообще не тот путь. Наоборот, оставить дорогу к диалогу это значит решить любой конфликт. Как только закрывают люди уста в семье, все, конфликт только нарастает. И поэтому, вот если мой народ смирится, вот подлинное состояние смирения, когда ты говоришь, Господи, а что сейчас делать? А вот как в этой ситуации поступить? Вы знаете, недавно я работала с одним человеком, с его сердцем, и когда он скрывал какие-то проблемы, свои ситуации, я говорю, скажи, сейчас задай вопрос Духу Святому, а как мне можно было поступить? Вот я поступил вот так, как поступил, но как можно было? И он мне говорит, совершенно другой алгоритм поведения. Я говорю, видишь, если бы ты это спросил тогда, то ты бы так и сделал. И тогда конфликт не умножился бы в вашей семье. Поэтому как нам важно, смиряясь, не говорить, я знаю точно, что делать. Господи, а что мне сейчас сказать или сделать в этой ситуации? Дай мне Твою сейчас руку, Твое руководство, Твой совет, Твою мудрость. И сразу начинает алгоритм поведения меняться. Там, где хотел накричать, там обнимешь. Там, где хотел отвернуться, ты, наоборот, идешь навстречу. Потому что Иисус так действует. И Он говорит, я в тебе, и хочу проявиться. Поэтому дай мне через Твое смирение проявить мой характер и мой стиль поведения. И вот тогда, когда народ смиряется и молится, и взыщет лица моего, это тоже важный момент, потому что, когда мы молимся, как правило, мы взыскиваем Божью руку, чтобы она была к нам благосклонна, чтобы она к нам была наполнена, чтобы она кого-то там привела в порядок, остановила и так далее. Он говорит, начнет искать моего лица, моего отцовского сердца. Лицо выражает настроение, лицо выражает состояние отношений. Вот тогда, когда люди начнут это делать, смирится народ мой, будет молиться и взыщет лица моего. И как результат обратиться от худых дел. А почему? Потому что, когда мы не ищем лица, то мы смотрим куда угодно, но не на лицо. И тогда это нас захватывать может. Но когда мы смотрим на лицо, то тогда мы отворачиваемся от худых дел. Это тоже естественный результат. Мы не можем смотреть одинаково в разные стороны. Но начинают отворачиваться от худых дел. То я услышу с неба, прощу грехи их и исцелю землю их. Вот здесь еще один очень важный момент исцеления земли. Мы как-то, может быть, об этом не так много думаем, не так много об этом говорим. Но земля на самом деле живая. Это организм, по которому ходят люди сегодня. И эта земля, она за время своего существования истощилась не потому, что она исполняла призвание, доверенное ей Богом, а потому что люди, которые ходят по ней, очень много изрыгают зла, очень много проливает крови, очень много злоречия, много насильственных событий над землей в виде удобрений или вырубки и так далее. Все, что происходит над землей, это не как хозяева, а как браконьеры поступают с землей. И земля истощилась. И на сегодняшний день Господь предлагает нам посмотреть на эту землю глазами ответственности. Потому что если земля нездорова, что она нам будет рождать? Нездоровый продукт. Как это отразится на наших телах? Болезнью. И сегодня болезни нарастают. При том, что фармацевтика процветает, болезни нарастают. Отменили все, что сотворил Бог, как травы, которые могут нас лечить, восстанавливать и так далее, продукты, которые земля рождала. Все это отменено за ненадобностью, потому что фармацевтика процветает. А Господь говорит, вам земля будет произращать и в здравие, и в питание. Первая глава бытия, посмотрите, что Он дал повеление земле это произращать. А у нас аптека произращает. И потому, друзья, когда мы начинаем менять мышление, говорим, Господи, землю исцели, когда я ее исцелю, когда ходящие по ней не будут ее разрушать. А мы, ходящие, мы сейчас принимаем эту ответственность. Потому что система Вавилона, она так повлияла. Она своим обольщением так захватила людей. Кого мамоной захватила, кого славой, кого своими когтями вцепилась это мамон, а уже не чистый мир в сознании людей. Вавилон, вино бладодеяния и захватывает людей. И потому, когда мы начинаем понимать, что от нас Бог ожидает жертвы, то жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного. Ты не презришь Божия. Итак, смирение – это часть жертвы, которую мы приносим в его присутствие. На собственном жертвеннике своего собственного сердца. Поэтому те события, которые сейчас перечислила в этом тексте, смирится народ, будет молиться, защитить само его и отвернется от худых дел. Дальше, как результат, услышу с неба, прощу грехи и сцелю землю. Что вот этот алгоритм у нас с вами сложился внутри нас. Итак, друзья, цикличность и круговорот в природе, которые существуют, не только воды, всего, что мы делаем. Это что сеешь, что и пожнешь, что мое слово тщетно ко мне не вернется, говорит Господь. Либо слова, которые сказаны, род правых благословится, это тоже его слово. Каким судом судите, таким будете судимы. Нет мира нечестивым. То есть, то, что Бог сказал, знаете, как отрезал. Вот так вот будет. Нечестье, который думает, я сейчас кого-то там под себя подо мну, у меня будет хорошо. Нет, нет мира нечестивым. Ты теряешь доступ к Божьему миру. И поэтому, когда Господь посмотрел на землю, что Он сказал? Шестая глава Бытие. И увидел Бог, Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Одиннадцатый стих. Но земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Господь Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли. Итак, причина заболевания земли человек. Человек. То есть тут очевидно из этих мест мы видим. И в прошлый раз, когда я сказала о том, что именно от Сима люди, которые жили в то время в Вавилонскую, я имела в виду, что да, конечно, от Хама пошло все разложение, но Сим при этом пребывал, и только один Авраам был оттуда выведен. А все потомки Сима тоже там были. И они были захвачены. Это для нас образ, что сегодня потомки христианства, либо вообще позиция христианства, может быть захвачена в сети обольщение Вавилона очень ярко. И мы сейчас вскоре это сможем увидеть. Поэтому только через прозрение человека, через исцеление человека приходит исцеление земли. Другого пути нет. Итак, мы с вами можем прочитать такую картинку, описанную в Откровении, 17 глава, 4 стиха. И сейчас увидим здесь, как жена, вот эта вот представленная здесь, вавилонская блудница, «Как она обольщает народы». Я дам только один фрагмент, и вам будет уже много ясно. «Жена обличена была в порфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейству ее». Посмотрите, драгоценные камни. Кто их сотворил? Блудница могла творить эти камни? Ничего подобного. Система Вавилона это может только использовать. Что касается одежды, в которой она одета, чаша золотая, это все произведение божественных возможностей. Да, не всегда это сразу одевается на нас одежда, но есть из чего эту одежду сделать. То есть Бог все заложил, но теперь это берется и используется против Бога. И одевается она вот в эту роскошь, в эту помпезность. И, например, кто сегодня на земле не знает, что такое Голливуд? Все знают. Но вы знаете, что интересно? Что Голливуд имеет свои какие-то награды. И почему? Откуда эти награды? И кто-то когда-то задумывался или нет? Я нет. Но вот недавно мне пришлось увидеть информацию, может быть, вы ее тоже видели, как выглядит статуэтка Оскар. Сейчас нам понадобится картиночка одна. Я думаю, что вы все ее представляете. Вот, посмотрите. По центру это статуэтка Оскар, слева и справа пока что это что-то другое. А вот что это другое? Сейчас я прочитаю. Это древний бог греха, который называется Сакар. Посмотрите, переставлено две буквы. Оскар и Сакар. То есть, в общем-то, дьявол даже особо не прячется. И Сакар – бог плодородия, покровитель мертвых, а также бог зла, огня и царства грешников. И если посмотреть по статуэтке, очень похоже, да? Как это стоит, как эти стоят. То есть, сегодня люди, которые получают такую награду, они рвутся к этой награде. Но вы знаете, что показывает статистика? Я не могу сказать про всех, но те, которые об этом заговорили. Люди, которые получили эту статуэтку в свой дом, у них разваливаются семьи, они теряют свое здоровье и очень быстро сходят на нет. Если только человек начинает связывать это со статуэткой, он тут же ее убирает из дома. А продолжают молодые туда скорее бежать. Надо же получить. А теперь посмотрите на последнюю картинку. Об этом мы поговорим, может быть, чуть позже, уже в Новом году. Просто посмотрите. Она похожа на эти статуэтки? А это статуя Вавилона. который видел когда-то Новохудоносор. Когда камень оторвался от скалы и ударил истукана по ногам. Это тот же самый истукан. Так вот оно обольщение Вавилона. Оно одето в порфиру, оно золотой чашей, оно предлагается как что-то достижение. Ты лучшим должен стать в этой киносфере. А на самом деле это Бог греха, который потом напаяет народы своими грязными продуктами. И сколько этих продуктов уже съедено в церквях? Конечно, я не говорю о том, что там нет здравых людей, я не говорю о том, что Милл Гибсон сделал какой-то плохой продукт, но здесь надо отличать. Здесь надо понимать, мы не с фанатизмом сейчас имеем отношение, мы сейчас просто должны понимать, от какого дерева я ем и из какого стола, от какого стола я питаюсь. И поэтому вот эта система Вавилона, она до такой степени раскинула свои щупальцы, что множество людей продолжают жить под его влиянием и ничего для себя опасного не видят. А потом только говорят, а что-то у меня желание пропало Библию читать, желание пропало в Божье место приходить. Вообще к молитве тоже какая-то депрессия пришла, не хочется молиться, потому что ты не можешь есть от стола Вавилона и чтобы с тобой ничего не случилось. Не можешь, потому что что едим, тем становимся. Не просто на что смотрим и преображаемся, а еще что едим, тем становимся. И поэтому Господь сегодня показывает, что культура она формирует отношение людей к жизни, отношение людей к ценностям. Это формирует культура. Почему сегодня весь мир сошел с ума, если мы говорим о тех отношениях, которые предлагаются сегодня с высоких трибун. Пастора одного по-моему в Америке посадили за то, что он отказался ученика называть другого пола, когда он видел, что перед ним стоит мальчик. Его посадили в тюрьму. Почему весь мир сошел с ума, друзья? Потому что есть тот, кто поет вином блудодеяния. И блуд это не просто интимные отношения беспорядочные, а это мышление, заполненное всякой грязью. Это мышление, которое не дает выбраться человеку из того болота, в котором есть контроль над сознанием. и вот эти щупальцы осьминога, щупальцы, которым пытается сознание людей покорять себе, у нас с вами есть право, как у церкви, смиряться пред Богом, взыскать его лица и молиться, чтобы Бог простил грехи народа своего, а потом исцелил землю и все общество привел в соответствие. У церкви сейчас есть огромная ответственность в эту позицию встать, ее занять эту нишу и быть числе тех, кто молится во время тьмы, чтобы тьма не объяла. Свет во тьме светит, тьма его объять не может. Не то, что там постараться надо побороться с тьмой, тьма объять не может. И поэтому тогда, когда мы с вами начинаем понимать, если я свет, то мне надо посмотреть, в какую степень этот свет во мне уже полноценно работает? В какую степень этот свет меня направляет туда, где мне должно оказаться? И на челе ее написано имя Тайна Вавилон Великий, Мать блудницам и мерзостям земным. Вот они, эти тайны, которые вскрывает Господь в своем слове. Множество людей сегодня, даже если обнаруживать такую тайну, не знают, что с этим делать. Но Слово Божье нам показывает. И прошлый раз мы читали «выходи из Вавилона». А еще один глагол более сильный «бегите из Вавилона». И вот тут у нас уже есть конкретика, от чего мне надо убегать. Потому что если ложка дегтя в бочке меда, то вся бочка может быть испорчена. Но тогда, когда мы начинаем для себя задавать вопросы «Господь, а мне есть от этого стола или нет?» Пришел Даниил в Вавилон и сказал «я не буду от этого стола есть». А вот то, что земля произращает, я буду есть. На тот момент земля-то была более-менее здоровая. А сейчас и земля начинает быть пораженной так, что нам надо, принимая дары от земли, благословлять их на то, чтобы нас они не заразили и не повредили. И вот это уже еще один инструмент, который у нас есть как у церкви, благословлять пищу, чтобы это входило в здравие нашего тела и в здравие каждой клетки. Итак, когда-то Господь сказал ученикам, что вам дано знать тайны Царства Божьего. А здесь мы видим, что ангел приходит и говорит «Пойдем, я покажу тебе вот эту тайну». Тайну Вавилона, великий мать-блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых и, видя ее, дивился удивлением великим. Мы можем говорить о годах репрессий в нашей стране. Мы можем говорить о том, что христиан преследуют сегодня в Китае, в Северной Корее очень сильно, на Ближнем Востоке, в разных мусульманских странах. И что это? Оказывается, жена Вавилон, вот эта блудница, она упоена всей кровью святых. Посмотрите, не кто-то иной, не правительства какие-то, а вот эта жена, она пьет эту кровь, других она поет вином блудодеяния, а сама питается кровью святых. Это немножко такой неприятный образ, но, однако, он здесь описан. «И сказал мне ангел, что ты дивишься, я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящие ее, имеющие семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». У этого текста есть много толкований. Я сейчас скажу одну грань. Я не говорю о том, что она должна быть единственной. Я просто скажу одну грань. Посмотрите, вот она была и нет ее. Содом и Гамора были и нет их. И вот они опять появились. Вновь в потоп, когда погибли, были и нет их. И опять они появились. Все те же самые явления. То есть история, как будто бы ничему не учит. И люди будут удивляться, и мы действительно удивляемся, как эта нездравость может сегодня быть в головах правителей. Как? Да потому что они напоены вином, блудодеяния. Вы слышали трезвые речи от пьяных людей? То есть практически невозможно. Если только другой такой же, как он, тогда им кажется, что их речи трезвые. Но если туда попадает трезвый человек, то он реально понимает, что он среди них явно не вписывается. Так вот, сегодня все правители на этом уровне. Они упоены вином блудодеяния. Друзья мои, что нам делать в этой ситуации? Господь говорит благословлять правителей и благословлять тех, которые стоят сегодня у власти. Прежде всего, прошу совершать молитвы и прошения за всех человеков и дальше за правителей, за начальствующих и так далее. Так вот, это как раз сегодня тоже необходимо делать в смирении. Не в том, что я вижу, что они делают что-то не так и произносить проклятие в их адрес. Это опять же не с той оперы. А когда мы говорим, Господи, у тебя власть над царями, зайди в их дома, зайди в их сейчас кабинеты, приди в их суть, поговори с ними, потому что трезвость приходит как к Волтасару мгновенно, как только рука вышла писать. И Волтасар отрезвел. А до этого пил из сосудов священных и считал нормой. Но как только рука вышла, у него все задрожало, чресла ослабли, а это тоже о чем-то говорит, что-то с ним случилось не очень приятное. И он, увидев эту руку, тут же протрезвел. И потому я желаю, друзья, чтобы те люди, которые сегодня напились из этого вина, чтобы они протрезвели. Для этого у нас с вами есть огромная необходимость, не уставая, смиряясь перед Богом, искать Его лица, получать оттуда понимание, о чем и как молиться, не есть от этой отравы, которая предлагается сегодня Вавилоном. И поэтому, когда мы с вами говорим, если я христианин, со мной ничего подобного не должно произойти. Я слышал одну историю, когда человек ехал, христианин с другим сидел в автобусе рядом с колдуном. И тот сказал, а кто ты? Он говорит, я миссионер, я там езжу с такими посланиями. Он говорит, а я колдун. Он говорит, слушай, никогда живого колдуна не видел. Он говорит, ну вот, можешь познакомиться. И дальше тот ему стал говорить, чем я занимаюсь, как он привораживает, кого его попросят, заказы выполняет. Твою жену я могу отдать, кому хочу. Он говорит, нет, не отдашь. Он говорит, смогу. Говорит, нет, не отдашь. Ты думаешь, ты христианин, и я не смогу справиться? Справлюсь. И тут он начинает задавать вопросы. А вот ты вот это смотришь, там, такие-то фильмы конкретные, да? А ты вот порнографию смотришь? А он говорит, нет, это нет. А ты в таких-то новостях завяз? Он говорит, нет. И когда он все это перечислил, говорит, тогда не смогу. Вот опять, от какого стола ешь. И поэтому мы говорим, а как это с христианами такое происходит? Почему люди разводятся? Почему измена приходит в ту или иную сферу? Да потому что христиане едят от этого стола и начинают быть уязвимыми. Не потому, что благодати недостаточно, друзья, просто мы делаем выбор, от какого стола есть и где проводить время. И сейчас это время, этот сезон весьма ответственный. Весьма. Я хочу просто, чтобы дошло это слово, насколько это важно. Потому что, когда я одной женщине сказала, чтобы она убрала оккультные книги из своего дома, а она решила, что не стоит, у нее там Библию она только взяла, вот эти книги она давно изучает. Она пришла Библию, заставила за эти книги. Все, она чуть не сошла с ума, когда она это сделала, как выбор. Ее чудом спасли родственники, которые тут же позвонили, чтобы мы молились. И мы молились какое-то время, она пришла в себя, и потом сын спрашивает, мама, когда, из чего это произошло? Она говорит, вот тогда, когда я сказал, ладно, вот эти книги я давно изучаю, я столько денег на них потратила, а вот эту книгу я только взяла в руки, я лучше ее заставлю, чем эти выкину. Все, выбор сделан, и последствия тут же. И когда она меня встречает, она мне говорит, ну что же вы мне не сказали, что это так, серьезно? Я говорю, скажи, пожалуйста, а я что говорил? Ну вы говорили, конечно, что это важно, серьезно. Я говорю, да что мне тебе надо было с тобой домой пойти, справиться с этими книгами, или что? Поэтому я говорю, что сейчас сезон весьма серьезный, чтобы никто потом не сказал, ну что же вы нам не сказали? Мы сейчас в сезоне, когда тощие коровы будут пожирать то, что съедали, вернее, вырастили раньше. И этот сезон уже наступил. Поэтому нам очень важно, друзья, сейчас иметь живые отношения с Богом, живые отношения, через смирение перед Ним, когда Он скажет, вот что тебе надо исправить, вот что тебе надо изменить, не потому, что Он нас хочет каким-то образом ткнуть носом, а потому, что говорит, я сильно, очень вас люблю, я положил огромную цену за вас, чтобы система Вавилона, которая так обольщает уже столько лет, вас не имела, чтобы вы вышли из нее. Она за вами уже не побежит, если вы выйдете, сделаете этот выбор. Она слишком грузная стала, чтобы бегать, но вам надо из нее выйти. И в следующие разы мы с вами посмотрим стратегию, как мы можем воевать с этим Вавилоном, потому что нам на самом деле надо понимать, что мы сначала с корнями разбираемся, потом свою позицию утверждаем в Боге, а потом разбираемся с системами обольщения, чтобы прийти и убрать власть обольщения из собственных судеб, из судеб наших детей и внуков, потому что посмотрите, сколько сегодня молодого поколения, а особенно детей, захвачены вот этими сетями. Захвачены уже. И, соответственно, без ответственности, которые родители сейчас имеют или начинают осознавать, хорошо, если осознают, и будут говорить, что я не отдаю своих детей системе Вавилона. Начните это утверждать. О структуре войны, о тактике мы с вами будем говорить дальше. Но сейчас я хочу, чтобы мы с вами обнаружили вот эту сферу, сферу, которая, вот голова одна была срублена и опять исцелела. Вот мы сейчас вот в этот момент, когда она начинает опять заявлять о себе, что у нее есть право влиять. И вы знаете, кроме церкви, никто систему Вавилона не может тронуть. Потому что у людей, в правительстве точно есть у кого-то хоть какой-то здравый смысл, но они не знают, с какой стороны подобраться. Потому что это власть только у церкви. Потому что у нас есть глава, который победил Вавилон. У нас есть глава, который победил ад и смерть, и грех, и беззаконие, и проклятие, и болезни, и немощи, и нищету. Все победил и прибил на Голговском кресте. И говорит, я глава ваша, и поэтому вот откуда питание вам надо брать. И вот чем питаясь, вы можете противостать. Противостать врагу и противостать ему полной, полной силой Божьей. Итак, друзья, еще одно место прочитаю. Сказал Господь, вопль содомский и гоморский, велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, какой вопль на них, восходящий ко мне или нет. Узнаю. Опять же здесь идет речь о том, что Господь взвешивает то, что происходит сейчас на земле. Чем больше наших молитв, Господь, мы не согласны с тем, что происходит в школах, что происходит сегодня в системе культуры и образования, потому что мы посмотрим, как на самом деле общество может падать или восстанавливаться. И вот тогда, когда мы начинаем об этих вещах с Богом разговаривать, Он внедряется туда своей властью, своей силой. Он начинает потрясать то, что раньше казалось невозможно. Вы знаете, сейчас я была, когда в Армении, то я там встретилась с двумя людьми, один режиссер Большого театра, другой актер. И они говорят, какие они сейчас ставят постановки. Они христиане. И у них появилось это уже совершенно внутреннее желание, другое. И они ставят уже постановки, которые приводят людей в трезвость. И слава Богу, потому что мы молимся и продолжаем об этом молиться, чтобы Господь выводил людей творчества в отношении с Ним. Когда они туда попадают, тогда они не будут частью Вавилона. Но когда христиане попадают в эту систему и думают, что им надо быть частью этого Вавилона и также себя позиционировать, вот где опасно. И эта опасность, она обязательно даст о себе знать. Потому что там есть свои правила, они уже сложились с годами. Содом и Гамора не может без своих правил. Ты не можешь так вот отказаться от такой или такой роли, тогда тебя уволим. Так вот, друзья, выбор за христианином, а не за системой Вавилона. И поэтому я хочу, чтобы мы с вами сейчас встали пред Богом, обратились к Нему вот с этими запросами, запросами в небеса, запросами к Богу, который творит свои перемены сейчас. И поэтому то, что происходит в этом мире, идет потрясение по границам, потрясение по домам, потрясение по инфраструктурам в разных местах. И многие сейчас, они начинают ощущать этот ужас последствий Вавилонского правления. Но у нас есть право останавливать это зло. Давайте поднимемся. Небесный Отец, мы хотим сейчас, смиряясь перед Тобой, стоять и говорить, Господи, прости, когда пользовались ресурсами неба и наслаждались просто в своем мирке. когда нам было этого достаточно, но сейчас, когда мы видим, что весь мир потрясается, мы не можем оставаться в стороне и говорить, что мы к этому не причастны. Господь, прости, что Твой народ смешался с системой Вавилона. Прости, Господи, что от этого стола и, казалось, царского едят, но сейчас мы отказываемся от этого Бога греха, который позиционируется даже как награда иметь его в доме своем, талантливым людям, те, которые натренированы быть глашатаями. А мы сейчас просим Тебя, Господи, чтобы голос греха умолк, но чтобы голос Церкви Твоей был востребован. Но для этого Церкви надо иметь этот голос чистым, святым и свободным от обольщения Вавилона. Я благодарю Тебя, Господи, за те фильмы, которые создавались людьми с правильным сердцем, с правильными мотивами и влияли на сознание людей, и такие есть у Тебя в Твоей кузнице. Я благодарю Тебя за таковых режиссеров, за таких авторов. Я благодарю Тебя, потому что Ты сам нашел их для Себя, и они стали выполнять Твою волю, даже тогда, когда не думали, что они это делают. Но я благодарна Тебе, Господь, что на этом фоне Вавилона есть и Твоя индустрия. Слава Тебе! Слава Тебе, Боже! Я благодарю Тебя, что Ты не молчал за эти годы. Я благодарю Тебя, что Ты поднимал, поднимал из того дна, поднимал, может быть, из ила, омывал, очищал и давал Твоему дару проявиться. Я благодарю Тебя за таковых, Ты знаешь их имена, Ты знаешь таких композиторов, Ты знаешь таких артистов, Ты знаешь таких певцов и исполнителей. И я благодарю Тебя за каждого из них, что Ты дала мужество и смелость утвердить Твою позицию и транслировать ее. Но сегодня мы говорим размножь, как Ты сказал когда-то Аврааму, пока он был только один с Сарой, Ты сказал, Я Тебя размножу. Поэтому размножь, Господь, делатели, которые среди мрака могут проявлять свет, среди обольщения Вавилоном могут быть защищенными Тобой. Отец, я благословляю этих людей особым образом. Я благословляю этих делателей особым образом. Тех, кого мы знаем или не знаем. Те, которые попали на эту площадку и поддались системе Вавилона. Дай прозрению прийти, помашь глаза, Господи. Открывай сердца для жизни, чтобы смерть не доволела над этими людьми, чтобы они не заглушали депрессию алкоголем, наркотиками или развратом, азартом и прочими делами дьявола. Поэтому, Боже, мы сейчас молимся за эту часть армии, творческий народ во имя Иисуса Христа. Мы просто говорим как церковь, вы надобны Господу. Вы надобны Господу. И пусть проявляются эти дары для того, чтобы укреплять в людях здравый смысл. Боже, я благодарю Тебя, что в этом наша молитва со смирением пред Тобой. Если церковь не могла сделать то, что делают сегодня люди в творческой позиции, то Ты благослови, чтобы эти позиции, они встали в царство Твое, как Твои граждане. Поэтому мы сейчас молимся за каждого из этих людей и просим у Тебя милости и прозрения. И я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, потому что Ты, начав это доброе дело в обществе, будешь совершать до дня Твоей славы. Поэтому, передав Тебе это время, Господь, Ты знаешь, почему Ты даешь сейчас говорить об этих серьезных вещах, которые на самом деле не так приятно говорить. но Ты, Господи, знаешь, почему это важно сейчас, чтобы люди могли услышать. Не для паники, а для доверия. Для отношений, которые выстраиваются с Тобой. Поэтому во имя Иисуса Христа я молюсь, чтобы Ты дал отвращение Твоему народу к той пище, которая имеет яд. Чтобы это могли сразу глаза и уши схватывать, сердце сразу реагировать, чтобы дальше не двигаться по этим дорожкам видеоканалов или музыки, той, которая может разрушать. Ты знаешь, Господи, из какого источника композиторы писали ту или иную музыку. Дай нам отличать ее, Господи, отличать своим духом и сердцем, чтобы в нас отражение имело то, что нас будет созидать, чтобы в нас вся жидкость и вода, и кровь, и лимфа получала те сигналы звуковые, световые, гармонии, которые нас созидает и строит. Дает нам атмосферу мира размножать внутри себя, а потом жить в этой атмосфере, чтобы никакой микроб не мог поселиться в наших домах, не только какая-то змея проползти. Поэтому во имя Иисуса Христа я молюсь к Тебе, Господи, чтобы в праздник Хануки, когда он начался, у нас загорелся свет, перед нашими глазами яркий свет великого Бога, чтобы мы сказали, Господи, святи ярче, мы благодарим Тебя за Твое солнце, мы благодарим за эти лучи, которые сегодня, проникая в нас, работают, работают, исцеляя нашу внутренность. Возлюбленный, я благодарю Тебя, что время посещения России наступило. Ты когда-то посетил Иерусалим, но Тебя не узнали. То я молюсь, Господи, чтобы глаза жителей России были открыты для времени Твоего посещения. И чтобы она стала подобна Египту тогда, когда в нем был Иосиф, стала житницей для множества стран и городов, чтобы накормить народы тем хлебом, которым Ты обогащал эту землю. Мы сейчас молимся, чтобы эти житницы, они не были спрятаны или подожжены, или каким-то предательским образом аннулированы. Боже, мы просим, чтобы житницы этой земли были сохранены и размножены в том даянии, которым можно будет делиться с городами и странами. Поэтому во имя Иисуса Христа, Россия, стань житницей мира. О, Май Гот, Алавина Паливанда, Блесса Прайса, Ротаса. Россия, стань местом, божественной раздачи хлеба. Лагарда, Бреста, Салеварта, Пирора, Пироса. Я верю, Господь, что у Тебя были Иосифы, с которыми Ты вел диалог эти годы, годы тучных коров. Ты вел этот диалог. То сейчас мы молимся, чтобы все, что Ты давал собрать, оно было реализовано для славы Твоего имени, во спасение людей, в преображение общества и в открытие глаз тех, которые были нетрезвы от вина яда Вавилона. Отец, я благодарю Тебя, что наша молитва сейчас, идущая в небо, имеет ответ, потому что есть власть у Слова, есть сила у согласия и есть ответ от Небесного Отца. Я благодарю Тебя, что мы не напрасно бьем воздух. Я благодарю Тебя, что наш голос, он не только здесь расстилается по земле, он имеет вертикаль и потом горизонталь. Спасибо Тебе за это, Боже. Поэтому в руки Твои я передаю народ Твой, для того, чтобы проснулись, пока масло можно приобрести. Отец, я пробуждение это провозглашаю сейчас, которое мы на старте этой недели провозгласили с этой же сцены. И я благодарю Тебя, что мы сейчас говорим пробуждение, набирай обороты, пробуждение, иди в каждый дом, пробуждение, открывай глаза, пробуждение, открывай уши, пробуждение, освобождай от цепей и ада. Освобождай, чтобы люди пошли по дороге с жизни и провозглашали истину Божью, которая больше не приткнется на площади городов. Во имя Иисуса Христа мы об этом молимся к Тебе и утверждаем Твою победу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Умножаем, друзья, это слово. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok